Всем привет! Сегодня у меня для вас очередное ноу-хау, это тон со встроенным хайлайтером. И я здесь не имею в виду тот вариант, когда мы наносим что-то светящееся сначала как праймер, а потом наносим тон, или физически смешиваем хайлайтер жидкий с тоном, и потом это наносим на лицо. Здесь все сразу продумано за вас, и речь пойдет о новинке от бренда By Terry, который называется Nude Expert Duo Stick. Это реально продукт два в одном, потому что этот стик буквально разделен на две части, которые вы наносите одновременно, и получаете две полосы на лице. Одна это тон, а вторая хайлайтер, и при смешивании это дает тот эффект, который, ну вот, собственно, вы сейчас видите на мне. Но не все так просто. У этого тона, конечно же, есть свои нюансы, о которых я расскажу далее в обзоре, и предлагаю к этой части и перейти. Ну и давайте начнем с технических характеристик. Называется этот тон Nude Expert Duo Stick. Здесь по объему 8,5 граммов. Срок годности у него 18 месяцев после начала использования, и сделан этот стик в Корее. Кстати говоря, взяла я себе оттенок номер 2 Neutral Beige, и вот мне кажется, с оттенком я очень хорошо угадала, потому что оттенок классно мне подходит, и вообще в целом оттенок хороший, не розовый, не оранжевый, а вот именно такой вот нейтральный, светлый, вот то, что нужно. Но когда берешь в руки этот стик, создается такое впечатление, что тебя развели на деньги, потому что, ну, просто вообще микроскопическая упаковка, кажется, что вообще это закончится за 3 макияжа. Но если рассудить логически, это просто обман зрения. Это специально сделано таким вот компактным стиком для того, чтобы это удобно было брать и с собой, или там где-то на бегу делать макияж, если в косметичку нужно бросить и с собой, например, взять. Потому что объем в целом для стика тонирующего не маленький, потому что 8,5 граммов это, ну, не критично, мало, это вполне нормально, и вполне могли бы они сделать и побольше, знаете, потоньше какую-то упаковку, что, казалось бы, якобы вы получаете больше, хотя по факту все одно и то же. Ну и сделано это все так, что сверху сам стик находится, он разделен на две части, с одной стороны тональная основа, с другой хайлайтер, и когда вы начинаете этим пользоваться, это все пачкается, естественно, но, тем не менее, все равно, когда вы переносите на лицо, то и одна, и вторая сторона переносится одинаково, а со второй стороны здесь вот такой вот абсолютно неприменимый спонж, он ужасно дубовый, вообще такое впечатление, что это, знаете, худшая подделка на бьюти-блендер, вот так вот он ощущается. С моей точки зрения абсолютно бесполезная штука, они могли бы здесь вообще ничего не делать, было бы, может, лучше. Я сегодня подготовилась, и для того, чтобы растушевать этот стик, я подготовила, ну, обычный смей-спонж любимый, и также вот такую вот кисть, потому что мне кажется, что тоже, может, зонально будет удобно растушевывать. Вообще на упаковке здесь все так красиво расписано, что этот компактный стик два в одном, наполовину тональная основа, наполовину хайлайтер, незаметно скользит по вашей коже, создавая живой матовый финиш. Также здесь в составе какая-то AMC-технология, которая блурит недостатки и контролирует жирный блеск благодаря сферической пудре. И с этим стиком вы должны получить от легкого до среднего покрытия с ноткой сияния. Я, кстати, посмотрела на официальном сайте и описание, и их видео по поводу того, как это лучше использовать, как это лучше наносить. И это каждый раз так смешно, когда смотришь официальное видео о нанесении, и перед тобой сидит просто идеальная девушка с идеальными чертами лица, с идеальной кожей. И создается впечатление, что тебе достаточно просто так чик-чик-чик-чик. А ты такой перед монитором сидишь и, а что мне делать с моими расширенными порами, с моими пигментными пятнами, с моей краснотой? Не, ну в целом понятно, что такой продукт не делается для проблемной кожи, ну это очевидно. Но, тем не менее, все равно, мне кажется, ну хотелось бы в рекламе видеть какие-то более реалистичные лица. Не то, чтобы прям там супер какие-то проблемные, хотя и это тоже бы не мешало, если продукт позиционируется, например, как плотное покрытие или что-то типа того. Но, блин, ладно, хватит бла-бла-бла, давайте с вами уже наконец-то это все наносить на лицо. Я буду делать точно так же, как рекомендуют на сайте By Terry. То есть сначала вот так вот наносишь, просто вот такими вот полосами. И давайте начнем, наверное, давайте начнем, наверное, с кисти. Это, кстати, у меня ZOEVA Luxe Petit Buffer 140 номер. И вы знаете, кстати, кисть работает, по-моему, очень классно. Аромат хоть и классный, но очень сильный. Такое впечатление, что я баночку парфюма немножко под нос разлила. На носу мне вообще не нравится, как кисть работает. Давайте попробуем спонжем. Кисть, знаете, сразу делает такую какую-то паутинку по носу. Подчеркивается шелушение, вернее, даже не то, чтобы шелушение, а подчеркивается то, что кожа немножко более сухая у меня на носу. Но вот на щеке, по-моему, все очень хорошо растушевалось. И, кстати, я заметила, что спонж плохо растушевывает этот тон, потому что этот стик как будто быстро схватывается. И потом спонжем, знаете, надо вот... Я еще сюда ничего не наносила, я просто покажу. Спонжем надо прям вот так вот подтирать его для того, чтобы его растушевать. Я вот спонжем люблю в конце проходиться для того, чтобы вот эти вот, может быть, паутинки убрать, или где-то какие-то, если остались следы от кисти, полосы, я имею в виду, то растушевать это тоже очень удобно с помощью спонжа. Ну вот, на мой взгляд, такая вот кисть наносит этот тон гораздо лучше, быстрее и удобнее. Так, нам обещают наслаиваемое покрытие до среднего, поэтому давайте попробуем наслоить. У меня вот здесь вот в этой зоне немножко больше красноты. И, кстати, да, очень хорошо наслаивается этот тон, действительно покрытие увеличивается. Ну и теперь, когда все нанесено и растушевано, можно повернуть этот стик стороной с хайлайтером и использовать только исключительно эту сторону для того, чтобы добавить свечение на те зоны, на которые вы хотите его добавить. Ну, обычно это на скулы, я вот люблю еще над бровью добавлять свечение. И также это все растушевать аккуратненько. Даже, может быть, лучше пальцем, потому что на кисти уже тон есть. Что я могу сказать вам по характеристикам? Это действительно более матирующий тон, то есть они его объясняют как матовое свечение или живое свечение. И я, в принципе, понимаю, что они имели в виду, потому что если вот посмотреть сейчас на мое лицо, то кажется, что тон очень такой вот светящийся. Хотя на самом деле, вот когда я смотрю с близка на себя в зеркало, я вижу такой более бархатный, пудровый, как будто финиш на лице. То есть это не крем и не что-то такое, что прям растворяется на твоей коже. То есть вот это формирует какую-то вот бархатистую, такую вельветовую пленку на лице. Хотя при всяких вот там поворотах, разворотах головы реально преломляется красиво свет и появляется вот это свечение. Знаете, что мне напомнил этот тон? Мне он напомнил Герлен Лесенсиель. Вот они также описывают эту тональную основу, что это живое матовое свечение. И вот как бы оно так обычно и проявляется, когда смотришь на себя в зеркало и видишь что-то такое вот бархатистое и абсолютно, кстати, нелипкое ощущение на лице тоже. Но в то же время есть вот эти вот блики красивые. Покрытие, я бы сказала, легкое, максимум легкое. Плюс до среднего не дотягивает, на мой взгляд, потому что, ну вот, все просвечивается все равно сквозь эту тональную основу. И вы знаете, я считаю, что это действительно такой вот продукт, который бросил в косметичку. И вот надо быстро сделать макияж, но при этом у тебя как бы кожа и так нормальная. То есть тебе просто нужно как бы освежиться, чуть-чуть красивее себя сделать, там брать какие-то общие неровности тона. Вот для этого он отлично сгодится. Также я хочу предупредить, что этот тон, скорее всего, не подойдет для тех, у кого сухая кожа или просто даже склонная к сухости. И категорически не подойдет тем, у кого есть шелушение на лице. Также я периодически замечаю его достаточно неприятную особенность, западание в морщины. Вот вокруг носа он бывает собирается, и мне нужно его вот так вот поправлять. Или где-то вот здесь вот нужно вот такие вот действия периодически делать для того, чтобы его освежать. После этого вроде бы как выглядит неплохо, то есть не то, что он прям засыхает и трескается там, все равно он как будто остается подвижным на лице, особенно если его не прибить какой-нибудь пудрой. Но если его прибить пудрой, то вы и прибьете весь этот финиш, ради которого, собственно, и стоит покупать этот тон, если и вообще в принципе стоит. А сейчас я хочу быстро закончить свой макияж, и когда вернусь к вам, мы с вами еще подведем итоги по этому тону, и я покажу, как он продержался на протяжении дня. А в заключении я хочу сказать, что лично я считаю этот продукт очень нишевым. Что я имею в виду? Это не то, что понравится, если вы используете обычные тональные основы, и вы ждете вот этого вот эффекта, который нанес и получил как бы новую кожу. Это скорее для тех, кто действительно любит макияж на бегу, или знаете, мне представляется такая молодая мама, у которой нет времени на макияж, но тем не менее хочется просто выглядеть как-то более-менее презентабельно, просто привести себя в порядок, и вот держа одной рукой ребенка, а второй вот нанося вот этот стик и размазывая даже руками, в принципе можно добиться этого эффекта. То есть это своего рода такой вот легкий, быстрый способ привести себя в порядок, ну и побаловать себя люксом. То есть согласитесь, вот это все-таки гораздо проще в применении, чем брать баночку с тоном, выдавливать, там мыть спонж, потом наносить на лицо, спонжем растушевывать. То есть это как-то все-таки гораздо проще. Взял быстро вот так вот порисовал по лицу, и как я и говорю, даже если вы не используете какие-то инструменты, вот руками вот растушевать, даже вот так вот слегка похлопывающими движениями, как крем, уже этого достаточно для того, чтобы скрыть вот эти границы от полос, которые вы нарисовали, и растушевать это все по лицу. Также, по моему мнению, этот продукт идеально подойдет для тех, у кого нормальная кожа или комбинированная, склонная к жирности. Для сухой кожи, для жирной кожи, для возрастной кожи я не советую этот стик. Мне кажется, будет выглядеть плохо. И также, независимо от того, какой у вас тип кожи, если есть шелушение на лице, мне кажется, вам тоже не понравится, как он лежит. Ну а закончить это видео я хочу кадрами того, как выглядит этот тон в конце дня. А на этом у меня все. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если так и было, обязательно поставьте мне палец вверх. Подписывайтесь тоже на мой канал. Если вы еще не подписаны, это можно сделать, нажав на округлую иконку вот здесь вот. И также YouTube сейчас предлагает вам посмотреть другие мои видео. Если вы их еще не смотрели, обязательно посмотрите. А если смотрели, то мы с вами встретимся в моем новом выпуске через несколько дней.